Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рейк и мы с вами продолжаем наше прохождение Bloodborne. В прошлом эпизоде мы с вами поговорили с патчисом, мы разобрались с Сибириатас и попали в лекционный корпус и после этого поговорили с патчисом. Так случилось, что несмотря на то, что вроде как я записывал предыдущий эпизод, даже на тот момент я не особо понимал значение некоторых вещей. Прошло достаточно много времени с момента, когда я записывал предыдущий эпизод и этот, и я посвятил очень много времени разбору истории Bloodborne и хоть как-то постарался окончательно вникнуть, чтобы не рассказывать вам о том, что какой-то там космос, но космос, но не космос, вы не понимаете, но вы поймете, это все сложно, но все равно не поймете, а потом поймете, все, будьте уверены. Нет, больше мы так постараемся не делать и я более-менее все-таки как-то получше понимаю теперь, что происходит в игре и соответственно теперь более подробно смогу вам рассказать о том, что происходит. Давайте для начала вспомним, как мы вообще попали в этот лекционный корпус, что здесь происходит. вот если так вообще на секундочку кто-то забыл, то мы попали в лекционный корпус, прикоснувшись к трупу с клеткой на голове. Кстати говоря, я прошу прощения и отвлекусь, вы обратили внимание на, если кто-то не успел прочитать, то пожалуйста, перемотайте назад и прочитайте описание студенческой формы другой. Здесь сказано, «Чистая претензиозность повергла у мастера Вильяма в отчаяние. Предыдущее описание было сосредоточено в чистых понтах и претензиозности». Господи, вот что за слово. Это к слову о том, какой у нас крутой русский перевод, может быть, благо хоть во втором описании этой униформы они исправились и убрали слово «понты». Это же надо было додуматься от такого. Ну ладно, не суть. Возвращаясь к теме нашей, мы прикоснулись к трупу с клеткой на голове и попали в лекционный корпус. То есть как это возможно? Что это такое вообще? Что за логика в конце концов? Логики здесь явно нет, правильно? Соответственно, это будет сейчас такой достаточно серьезный спойлер, но тогда, когда мы убьем определенного босса и сделаем определенную вещь здесь, где здесь, пока я не буду говорить, то мы получим сообщение не «Цель уничтоженная», или как там было сказано, или «Чудовище уничтожен», ну что-то стандартное, что мы получаем при убийстве босса, а мы получим сообщение «Кошмар уничтожен», «Найтмерслейн», как-то так по-английски это звучит. И отсюда, соответственно, вопрос, что за кошмар? Какой еще кошмар? Мы только что вроде как были, ну, вроде как в мире, да, там есть какой-то сон непонятный, есть что-то, ну, явно какая-то, что не вяжется с нашей обычной логикой мышления, но что еще за кошмар? И есть такая идея, что Миколаш, с которым мы с вами познакомимся достаточно-достаточно скоро, это на самом деле так называемый «хозяин кошмара». Для тех, кто не в курсе, даже когда мы разговаривали, если вы помните, с Джурой, Джурой рассказывал нам о том, что я больше не сплю, I no longer dream. И мы, ну, на тот момент, когда было не совсем понятно, о чем он говорит, но если вы вспомните, то каждый раз, когда мы приходим в сон охотника, он называется сон охотника, То есть мы во сне, то есть когда мы во сне, мы спим. Логика примера такая. Соответственно, что если сон охотника, это такой же кошмар? Равенция только в том, что сон охотника, там нас никто не пытается убить, во всяком случае, пока. Ха-ха. И кошмар Менсиса, в котором мы очень скоро с вами окажемся, как бы это тоже такая, точнее, не совсем так, если не ошибаюсь, мы уже в ней оказались. Мы уже зашли в эту зону, которая называлась «кошмар Менсиса», и ушли оттуда, потому что там были слишком сложные монстры, точно такие же, как эти, только гораздо-гораздо проще здесь эти монстры, чем там те. Собственно, о чем я и говорил, в ту локацию я пришел немножко рано. Сейчас мы с вами находимся на, как он там называется, Nightmare Frontier, по-английски, что-то пределы кошмара, или как так. Тоже, собственно, локация, еще одна вроде как какой-то кошмар, но здесь все-таки немножко другое значение, опять же. Эта локация абсолютно необязательная, но здесь вы получите вещь, которая поможет вам пройти в самые-самые последние подземелья, как они называются, Челес Данженс, этот лабиринт, откуда, собственно, вышла Эбриатас. Еще, кстати, один такой интересный момент, о котором я вообще не сказал про Эбриатас, а не сказал, в общем-то, потому что, ну, не особо сам-то понимал на тот момент. Эбриатас, это, как мы узнаем, по-моему, из описания той же самой Чаши, что некоторые Великие были, ну, стали возвышенными, в то время как другие остались на Земле. Иными словами, абсолютно все Великие пришли не из космоса, из какого-то, а пришли именно из Земли, из этих лабиринтов. Другой вопрос, что некоторые возвысились еще до того, как люди первые наткнулись на Эбриатас и на первое упоминание хоть какое-то Великое. Поэтому, например, тот же самый этот Селестиэл Эмиссерий, этот представитель, как он там, здоровый инопланетянин, его, может быть, и создали для коммуникации между той же самой Эбриатас и людьми другими. Либо его создал тот же самый Козм, который, как мы помним с вами, Эбриатас, это дочь космоса. Опять же, кстати говоря, я считаю, что Козм здесь, это именно Великий еще один. То есть, дочь не космоса, как пространство, а дочь именно определенного существа, которое называется космос. Потому что, как я еще раз вам напомню, в диалоге, когда мы увидимся с Миколашем, он скажет, Подари нам глаза, подари нам глаза внутри мозгов, так же, как ты это сделал для Рома. Точнее, для Ром-м, да она. Так что, вот такие вот дела интересные. Соответственно, как я и сказал, возвращаясь к тематике кошмара, Джура рассказывала нам о том, что он больше не спит. То есть, он больше не входит в кошмары, он больше не может ходить в сон охотника. Что изменилось? Почему мы можем, почему он не может? Что, если он разорвал свой контракт? Для тех, кто вообще не помнит, чисто так на секундочку, я думаю, в предыдущих эпизодах, потому что там будет не так много лора конкретно происходить в тот момент, но в какой-то момент лор просто посыпется на нас, как из ведра, нам пора уже сейчас обсуждать те вещи, которые мы собрали за все наше прохождение и складывать пазл воедино. Соответственно, для тех, кто не помнит, мы охотник. Мы не стали охотником, мы не пришли такие сильные в Ярнам. Мы заключили контракт в самом начале, нам сделали переливание крови. Откуда была взята эта кровь? Скорее всего, от Эбриатас. Отсюда вопрос, откуда пришла Эбриатас? То есть, мы с вами знаем, что это существо, которое в идеале могло возвыситься, могло стать не чем-то настолько великим, настолько мудрым, что оно могло покинуть эту землю, покинуть этот мир и возвыситься. Соответственно, Эбриатасу Эбриатасу это не получилось сделать. Либо у нее не получилось, либо ее не взяли. И решили оставить, как, я не знаю, лучшего представителя тех, кто до какого уровня нужно дойти, чтобы возвыситься. Может быть, Эбриатас была своего рода проверкой, опять же. Либо, либо, другой вариант, то, что кровь Эбриатас хранит в себе потенциал для того, чтобы вы в какой-то момент, может быть, смогли достичь уровня, когда вы тоже сможете, например, заходить и в сон охотника. То есть, иными словами, я пытаюсь донести, что, по моему личному мнению, я не знаю, так это или не так, но что, если мы можем входить в сны охотника, в эти кошмары, чьи-то, путем именно присутствия в нас, этой самой крови. И что, если эта кровь дает нам не только какую-то звериную силу, или мощь, или восстановление своей жизни, какую-то особую живучесть, но что, если эта самая кровь дает нам, например, то же самое использование магии запретной, запретной, которая была, которой пользовался хор, и все остальные представители той же самой школы Мельсиса. Соответственно, что, если кровь несет в себе нечто большее? И, соответственно, о чем я еще раз вам пытаюсь донести, что, если именно благодаря крови мы можем заходить в сон охотника и в кошмар. Просто, в какой-то момент, в какой-то момент было, наверное, решено называть этот самый кошмар, этот самый мир, пускай мы назовем его сон охотника. Иными словами, иными словами, когда мы находимся с вами в кошмаре, мы на самом деле не там. Мы, грубо говоря, где-то валяемся в подворотне. Судя по всему, так это и происходит. Потому что, опять же, я не буду спойлерить, но для тех, кто не знает, есть три концовки, и в одной из этих концовок мы оказываемся сначала в одном месте, что-то теряем, и появляемся в абсолютно другом месте, где мы как будто просыпаемся. И, соответственно, вывод таков, что как будто мы там все это время и лежали. Соответственно, что очень сильно всех раздражает, и об этом говорил даже сам Миязаки, это главный, по сути, создатель Bloodborne, в том числе и предыдущих Dark Souls. По-моему, не всех, правда, только второй части. По-моему, первой части он основания никакого не имел. А, нет, он, по-моему, помогал ее создавать. Что-то такое. Ну, не суть, важно. Даже у него как-то, он сам говорил о том, что изначально маркетинг Bloodborne так ставился, что люди... То есть, не так, мы с вами во сне. То есть, примерно такой был, вот такая была идея, что охотник в инваюе с чудовищами, но уже тогда был выдан такой достаточно большой секрет о том, что не все, так сказать, реально, что что-то находится во сне. А если быть еще более точным, то тогда было сказано даже, что, ну, вообще, вы просто во сне. Что да, вы воюете во сне. И, соответственно, я думаю, не мне вам рассказывать о том, как сильно публика не любит, когда вы смотрите какой-нибудь фильм, или читаете какую-нибудь книгу, там происходит что-то безумное, важное, крутое, необъяснимое. Но это все очень-очень здорово. И после этого он показывает такой здоровый средний палец и говорит, ах, 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 все это время главный герой просто спал. И это очень сильно всех не любит. Ну, не любит, а это все очень сильно не любят. Соответственно, я, по-моему, за этот эпизод сказал, соответственно, раз в 20. Это что-то в последнее время модное слово у всех. Миязаки после этого в интервью сказал о том, что да, вы находитесь во сне, но это сон не такой сон, который который остается бесследным в реальном мире, если можно так выразиться. То есть, то, что происходит во сне, это все равно имеет влияние на то, что происходит в реальном мире. Иными словами, на сон можно смотреть, как на ритуал. То есть, ритуал, он к чему-то влечет. Он существует по какой-то определенной причине. Чтобы, так сказать, что-то вызывать, я не знаю, что-то получить. И, прервав этот ритуал, мы можем, так сказать, ну, я не знаю, остановить тоже какое-то злодеяние, либо наоборот, что-то хорошее. Потому что ритуалы могут у нас быть какие-то хорошие и плохие. Так вот, эти самые сны, это те же самые ритуалы. Одни какие-то ритуалы, такие как сон охотника, существуют для того, чтобы помогать охотнику в какой-то степени. А другие, такие как Кошмар Менсиса, существуют для того, чтобы, например, призвать что-то в этот мир. Мы с вами, я стараюсь сейчас очень сильно не спойлерить, потому что, рассказав вам сейчас определенную часть игры, я понимаю, что, несмотря на то, что игра вышла чуть ли не год назад, до сих пор есть те, кто в нее не играл и хочет просто разобраться в сюжете и решил посмотреть не 40-минутное видео, описывающую историю так, что даже у меня голова пухнет, несмотря на то, что я уже я не знаю, наверное, видео 10 таких пересмотрел, все равно мне нифига не понятно периодически. А те, кто решили посмотреть мое прохождение, чтобы понимать в какой последовательности мы узнаем историю, потому что, ну, далеко не сразу по ходу игры было понятно, что монстры, с которыми мы сражаемся в том же самом Ярнаме, это обычно его жители, которые стали звереть из-за бледной луны. Чисто такой спойлер, опять же, небольшой, и на самом деле подтверждение этого мы нигде, если я не ошибаюсь, не увидим прямым текстом, это по сути уже то, что мы должны будем додумывать. Как я сказал, Миколаш является хозяином кошмара, то есть не исключено, что, опять же, это чистое предположение, далеко не факт, что это так, но не исключено, что труп, которому мы прикоснулись в Яргуле, в этой деревне Яргул, сразу же за Перерожденным, или как он там, One Reborn, это на самом деле есть Миколаш, это вот его труп, и несмотря на то, что мы прикоснулись к его трупу, вроде как это все-таки был труп, вряд ли он был жив, мы перенеслись в его кошмар, то есть несмотря на то, что кошмар, хозяин кошмара вроде как убит, что если этот ритуал таков, что сознание хозяина кошмара переносится внутрь этого самого кошмара, то есть представьте это, если провести параллели, это как всякие фантастические фильмы, где человек становится каким-то интеллектуальным разумом, переносит свое сознание в компьютер, после этого ему не нужно его тело, он существует где-то там, на просторах сети, ну вот, что-то такая аллегория, соответственно, опять соответственно, да елки-пылки, я извиняюсь, этот самый кошмар, кошмар Менсиса, или кошмар, в котором хозяин мира это Миколаш, он на самом деле создан для того, чтобы привлекать, ну, это одно из предположений, мы еще будем много-много об этом говорить, и я уверен, что если сейчас кто-то это услышит, кто понимает, лор Бладборна сейчас начнет у меня камни кидать, но одно из предположений это то, что кошмар, который, по сути, создал Миколаш, нужен для того, чтобы призывать на землю возвышившихся великих, для того, чтобы получить от них что-то, что даст нам возможность тоже возвыситься, я надеюсь, вы меня понимаете, а тем временем, раз мы начали с вами говорить про великих, вот, собственно, и Амигдала, Амигдала до сих пор, по сей день, я не могу, честно вам скажу, понять, как бы Амигдала это имя конкретно этого великого, и вообще, великий ли это, как бы это явно не похоже на великих, которые возвышены, как видите, в общем-то, ну ничего общего здесь нету между Амигдалой и тем же самым, и той же самой Бриатас, но некоторые, как говорят, что, когда мы, например, ходим по Ярнаму, когда у нас уже есть наше наш инсайт, когда мы набрались уже каких-то знаний, и мы начинаем видеть этих самых великих на, везде, повсюду в Ярнаме, кто-то мне всегда говорил, смотрите, сколько Амигдал, то есть Амигдала это не имя конкретное одно, а это вот просто эти существа, так называются, что это невеликие, я по сей день, честно вам скажу, я не знаю, так это или нет, потому что я в описании нигде не нашел упоминания о том, что конкретно вот есть одна Амигдала или это несколько Амигдал, просто вот про это конкретно одно Амигдало, что-то говорится, если не ошибаюсь, мы чуть попозже прочитаем описание, которое мы получим с этого босса, ну а тем временем давайте поговорим про механику этого босса, значит, честно вам скажу, что я пришел на этого босса вообще ничего про него не зная, ничего не понимая, и как вы видите, это в общем-то достаточно хорошо видно из моей первой попытки, босс на самом деле достаточно, достаточно простой, значит, во-первых, да, от него самое сложное это уворачиваться, когда он от вас относительно далеко, но чтобы на вас так не прыгала эта Амигдала, просто не нужно так далеко отходить, а от ее рук на самом деле уворачиваться не так уж сложно, самое главное это, как вы видите, я потихоньку это понял, это вызвать атаки, которые заставят ее опустить голову, после чего будет возможность, так сказать, наносить ей урон именно в голову, и также еще по ее рукам, если вы будете попадать, то тоже урон будет достаточно такой серьезный, по ногам ее бить смысла нету никакого, вы это видели, я думаю уже, я наносил 8 урона, 9 урона, это смешно, вы тут до следующего нового года просидите, кстати говоря, для тех, кто смотрит прямо сейчас, всех с наступившим новым годом, 3 января записываю это все дело, мои советы, значит, я использую два крайние неудачных оружия для этого босса, во-первых, клинки, если лучше используете, то клинками удобно бить только в ее голову, вы, конечно, можете лупить сколько угодно ее ноги и нанести в сумме 36 урона, что крайний-крайний бред, но, кстати говоря, тут есть тоже такой момент, то что пока вы будете бить в ей в ноги, вы можете наконец-то травмировать каким-то боком ее ногу, и она тоже опустит голову, то есть, в любом случае, все делается для того, чтобы именно опустить ее голову, чтобы после этого бить именно ее голову, я уже сказал, уже это, наверное, раз 5 тоже, соответственно, возвращаясь к разговору об оружии, значит, ружье-штык в принципе неплохое оружие, при условии, что вы используете его в разложенном состоянии, делаете подкат и удар, для тех, кто не помнит, тогда эта атака, если я, опять же, не ошибаюсь, делает такой вертикальный слэш назад, как будто вы, не знаю, через себя сено перекидываете вилы, например, такое же движение он делает, и, соответственно, сейчас, этот эпизод надо назвать соответственно, вы будете носить урон вертикальный, и вы будете задевать ее голову. Самое, одно из самых лучших оружий для этого босса, как мне потом объяснили, и как я уже сам узнал, это, как он называется, пила, штык пила, или как так, есть топор, нет, не штык, короче говоря, есть у нас самое начальное оружие, которое нам дают топор охотника, а есть еще пила охотника, или как так, ну, я уверен, вы понимаете, о чем я говорю, я просто, извините, я не понял, как называется это оружие, соу кливер, как-то так, по-моему, что-то такое. Как видите, теперь я уже немножко понял, что да, урон нужно носить именно по рукам, в том числе, ноги начал уже игнорировать, и еще, кстати говоря, достаточно простой способ, как ее можно убить, это использую я порох, костяной порох, и просто стреляю ей в голову, соответственно, будете стрелять ей в голову, она рано или позже нанесет ей критический удар, она опустит голову, и вы сможете сделать уже именно, не совсем так, будете стрелять ей в голову, а у нее кончится что-то там выносливость какая-то, или нанесет слишком большой урон, она опустит голову уже для критического удара, что нанесет ей очень большой урон. Справедливости ради скажу, что это не вторая моя попытка, первая моя попытка увидели, она ничем хорошим не закончилась, я, по сути, ничего не понял, а это примерно то ли четвертая, то ли пятая попытка, и причем все предыдущие попытки я делал с тем же самым хедроном, который помогал мне убивать Эбриатас, и вот тут я уже все-таки не стал делать свои предыдущие ошибки, я больше наблюдал за боссом, и уже в одиночку, видите, пытаюсь его убить. еще раз повторюю, что босс несложный, самый простой способ как можно ее опустить, это взять пушку и использовать порох, выстрелить ей в голову, желательно, конечно, попасть ей при этом в голову, и вы сами по себе нанесете очень большой урон, плюс еще и по-любому опустить ее для как вы видите, в какой-то момент она отрывает свои руки, я считаю, что это небольшой такой кивок в сторону последнего гиганта из Dark Souls 2, который в какой-то момент отрывает собственную руку и использует ее как оружие, собственно, мне кажется, здесь идея частично была взята оттуда. Вообще, конечно, не совсем понятен смысл того, то ли, зачем Амигдала это сделала, учитывая, что это ее личные руки и мы вроде как, ну да, мы их-то кромсали, то есть, либо смысл такой, что мы их отрезали, эти самые руки, и она вместо того, чтобы просто как бы их выкинуть, решила использовать их как-то более полезно, либо мы что-то не знаем, просто Амигдалу мы так сильно достали, что она решила отрывать собственные руки от злости. Никогда не забывайте о том, что ее луч, он наносит урон не собственным лучом, а луч, так сказать, показывает траекторию, по которой мы, по которой пойдут, потом пойдет ряд взрывов, и вот эти взрывы уже нанесут вам очень большой урон, поэтому не паникуйте, когда по вам луч прошелся, потому что есть некоторые, кто просто все бросает, в том числе ваш покорный, когда впервые это увидел, поэтому не забывайте об этом. Босс, еще раз повторюсь, не сложный, но вот видите, что происходит, вот я был прям под боссом, казалось бы, голова прямо передо мной, пей не хочу, а нифига, оружие просто не достает, поэтому еще раз рекомендую ту самую пилу, потому что у нее есть четкая вертикальная атака, по-моему, он сначала делает горизонтальную атаку в разложенном состоянии и сразу же вторая атака это вертикальная, которая будет прям ровная и я думаю попадать ей по голове. То есть, грубо говоря, все мои проблемы под конец боя, это, как ведь, я уже всеми средствами, возможными и невозможными, пытаюсь нанести ей урон в голову, чтобы хоть как-то ее опустить. И, пожалуйста, у меня, наконец-то, получилось, и амигдала пала. Для тех, кто у меня спросит, я думаю, есть такие, кто смотрел мой стрим и спросит, где же великая цитата, не волнуйтесь, это будет. Я об этом не забыл, это обязательно будет здесь. Ну, не здесь, точнее, но скоро будет. Как вы видите, ну, из чаши больного Лорана, ну, ничего мы не узнаем про саму амигдалу, поэтому, ну, вот это, по сути, открыто для интерпретации. Несколько этих амигдал, или конкретно вот у был амигдал, а все остальные как-то позовутся по-другому. Ладно, народ, я надеюсь, вам это уже понравилось, и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok